И всем привет, ребят! С вами Хэдди, и мы продолжаем проходить новинку Вор 4. Итак-с... В общем-то, кстати, я забыл сказать, в общем-то, мое отношение к этому вору... Знаете, я... не знаю, я пока что в сомнениях. Конечно, да, мы только видели в туториал, но, блин... В прошлом воре можно было идти, в общем-то, куда захочешь. Делать всё, что захочешь. В этом, не знаю, может быть... Будет так уходить. А, у нас ещё какая-то шкала есть. Реконцентрация зрения. Попрошайка. О, да! Как же это... Ну, а модно сейчас спрятаться в ящиках. Нажмите Space. Оп. Пока что не знаю. Я, в общем-то, пока что не знаю даже, какое мое отношение к Вору 4... К новому Вору. К новому Вору 4. Нажмите H, чтобы съесть. И установить заряд здоровья. Ну, я нажимаю H, и что? Ничего не происходит, я ничего не ем. Ладно, поехали дальше. Часовая башня. Та, которую мы ещё в прошлой части игры уронили на город. Слушайте! Слушайте! Ворота предателей закрыты до утра по указу Ворона! Закрыли ворота. Закрыли ворота. Закрыли ворота. Что за эпидемиям брака? Ты помог мне протянуть ещё один день в этой дыре. Закрыли ворота. 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 Оп, еда. Да и сама, кстати, игра какая-то тихая. Слушайте, слушайте! Морка винатёстов закрывается на ночь! Проход закрыт! На что ты уставился? На цену этой маски с каменьями можно год кормить целую арабу голодных. Смотри, не подхвати совесть. Это опасная вода. Можно срезать дорогу через ювелирную лавку. К тому же эта маска выглядит интересно. Не подхвати совесть. Не передать. И так уже мундил обтяжку. Чёртовы огни. Всё моргают и моргают. Кто-нибудь починит эти уродские штуки. Мужчина стенового, которому не переломали пальцы. Куда сегодня? Да блин, да какого дьявола? Нас атакуют! А, у меня их просто нету, блин. Наверное, это щебанчик. Я найду свой случай. Случайно выстрелил. Вон за вашим спиной. Живёт он наверху. Украсть её будет не сложно. Он открыт, а ты к черному ступу. Вон за вашим спиной. Вон за вашим спиной. Чёрт! Откуда оно? Тревога! Касса! Так, секундочку. А то музыка как-то заглушает ихние голоса периодически. Для остальной работы. Так,相в登 killer. Понятен, как ведёт спиной. Украсть, вместо двух трубоку. Покала energét. Например, на основании с светлос Köderом. Какой механика? В чем она, он солнц tietfehная оптимa! я хочу закрыть чтобы для начала не заметили на том что сходится похватить кто это сказал странно что-то эти все отожерелись и тому подобное было закрыто на ночь тут можно спрятаться эти камни стеклянные но ее можно хорошо продать кто не поймет разницу пора и честь знать окно наверху поможет перелезть через ворота тихо ты не проснешься не так ли на гард не за тот угол ничто не укроется от моего взгляда ножниц на ножниц нету больше ли ножниц там больше никто не прячет что-то мне кажется что мы с нашей девочки встретимся письмо лайв лайгрува кузен седьмое это письмо наверняка пополнит груду не отправленных бумаг кизнувших под дождем в верхнем городе вы надеется что нет ибо мое деликатное предложение может обгодить нас с обоих треть 3 а что значит 7 3 что такое 3 мая обычные клиенты средний класс или чипы лишены как средств так и вкуса поэтому я предложил свои услуги мадам цоу-цоу мадам из южного квартала половиной с половиной предоплатой конечно это опасно но азарт подвиг мне на создание шедевра брат мой достойного дома аристократа и кошелька аристократа поэтому для мадам я сделал позолоченную копию с красивыми стекляшками подходящую этой сутернерше оригинальный оригинал стоит огромных денег я буду держать его при себе в мастерской пока не найду вы не найдете покупателя за пределами этого зловонного города мадам ее ручные громилы никогда ничего не узнают дьявола удогнать его не что ли а вот это мы слышали еще и в первом году где же ты мы друг другу вообще не видели полин заметил нет не понимаю хороша рать огненные стрелы а можно трупах в шкаф заспихнуть интересно да что мне почему ты спускаешься сюда каждый раз когда я этого чувака поднимаю нет мне есть ради чего жить целый непредим потрясающе сейчас мы умереть недолго ну наконец-то он вырубился золото золото где же ты держишь эту хрень ну естественно так где там у нас было письмо 7 3 и что там было 7 3 9 она экстравагантнее моих рабочих масок пойдет в коллекцию опять же вдруг на бал позовут гарет гарет глушить его прям сейчас нельзя что ли а можно творить что дальше надо нажди бумага Итак, к утру жилец этого дома проснулся головной болью и обнаружит, что у них пропали все вилки, ножи и другие предметы быта. Я голодный, как... Кто это все говорит? Серьги. На самом деле, мое мнение по поводу краж. Они слишком много расставили предметов, то есть приходится заглянуть именно за каждый из углов, в каждую щель за ними. Что мне не нравится. Помнишь, как был в том воре? Это путь наружу, но когда я спрыгну, я не смогу вернуться сюда. В прошлом воре все было нормально, то есть они лежали именно на своих местах. Зачем нам вот эта стеклянная мензурка? Давай, мне надеюсь, на это. Хорошо. Щетка. Зачем? Зачем нам какая-то щетка? Такой лобик. Такой лобик. Я заболел точно знаю. Такое чувство, что когда я концентрируюсь, я делаю все быстрее. Что со мной такое? А, Гарат, ты что? Забыл, как ты уничтожил глиф и у тебя на руке остался знак ключа? Отец рассказывал, когда горел шейлфрич, стало светло, как у него. Или так дымило, что стало совсем светло. А я читал, что раньше... За кого макстража? Читал, да? О-о-о-о! Это особейнее, чем сто раз прочитать. На этих улицах я такого дерьма повидал. О-о-о! Сажарки, война на меня... Так... Не заходи, не заходи. Не заходи, не заходи. Не заходи. Надеюсь, не заходи. А, секундочку, всё-таки музыка, по-моему, слишком, может, громко играет. Я не слышу, что там они говорят. Вздохните от мрака, сделайте всем одолжение. Да хорош, моя женщина. Тоже мне, скричалась. Ворону вытолкнуть речь о блокаде, как он умеет. Народ любит красивые речи. А когда кто-нибудь в последний раз видел его лицо? Хотел бы я встретить барона и пожать ему. Что тут вообще в городе прессы ходят, а? Чего мне, черт возьми, говорят, уж барона никто не видел. Ты же из Искотка, да? Враг давно добрался. Ага. Все речные притоки были забиты утопленниками. Как один гигантский шлюз. Ужас. Эй, черт. Я же пожрал перед началом дежурства. Часовая башня. Готово. Апуртонист. Решая проблему, вы предпочитаете использовать предмет обставки. Хм. Обычно 1,36,60. Выгасить свет. Украсть. Убийство ноль. Обнаружение. А, все-таки меня никто не видел ни разу. Вот тут три подозрения. Ну да, там трупак висел в воздухе, меня никто не видел. Помните, когда на нас натыкался этот владелец ювелирной лавки. Так, часовая башня. Та, которую мы ломали. Мм. А, ну да, у меня жить стоит. Монсировка лука. Наука взлома. Зазубренные стрелы. Положить нельзя. Не да. Удушающие стрелы. Маг. Жевать маг. Круто. Ну что ж, ладно, если уже есть DLC, то почему бы их не использовать. Баллотировка лука. Ямкость колчина. Ну, баллотировку лука я, наверное, не буду делать. Хотя, какого черта? Ладно, раз уж. Они есть, как я говорю. Будем брать. Что такое? Газета. Ожерелье звезда Олдейла. На земле знаменитое ожерелье звезда Олдейла было помещено в хранилище первого банка Сталмаркета. А, ну и дополнительная миссия. Делать си. В общем-то, прочитайте на паузе, ребята. Что у нас тут еще есть? Уникальная добыча. Тут у нас сложена вся уникальная добыча получается. Ну да, ее-то, видите, у нас нету больше. Девочка, я имею ввиду. Она упала. Прямо на магический свет. Хотя мы, кстати говоря, тоже за ним упали. Дженнивер? Хм. 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 Хм-хм. Хм. 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 Это нас сюда. все-таки мне нравится то что они сделали что можно выйти в город просто так как в прошлой части сломать шкиллы на расстоянии этого конечно же никто не слышал кофейку бы сейчас 10 норд кристоф подряд 10 а нынешний хуже всех у мрак ты не из-за него пришел да а как насчет его стражи бандитов форме даже не знаю когда слушаешь его речи веришь что он знает что делает чтобы править нужно твердая рука и он хотел как лучше а он так гордится своими улучшениями что уже год из-за реки не показывается я же говорю худший из всех это не насчет барона у нас карты есть да есть целый gps чертове где же то пергаментной пергаментная карта кто у нас было в предыдущих частях вора я сам допрыгнул не допрыгнул просто упал вниз это простая простуда сэр я уверен это не гард не застревай и у нас все-таки не саров 10 норд кристоф подряд 10 а нынешний хуже всех у мрак ты не из-за него пришел да а как насчет его стражи бандитов форме даже не знаю когда слушаешь его речи веришь что он знает что делать чтобы править нужно твердая рука он хотел как лучше он так гордится своими улучшениями что уже последний замочек отлично я же говорю лучший из всех по моему я наступил на какую-то ловушку ай блин окей ладно ладно просто было интересно не просто было интересно замочек ну-ка что у нас там сервантики находятся интересного такого ну открывай рамка ведь монет стоит всего-то окей что был за такой загота 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 заряд закончится нет окей что собственно было такого что мы дёрнули за ящик и просто открылся вот этот вот этот проход но нет такого ясно кому стоим на это активизируется вот эту ловушка а то просто на 100 раз значит и выход открылся все ясно так вот ну и 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 не да и партии улицы чище конечно чище богачи выкидываю листов листовки какие-то watch family нельзя есть воронов почему к беде это беда весьма ничего себе если ее пожарить на костре так а задание то сообщи какие трофеи документы карта встретиться с бассо похоже на спарк путь только один я припочту припочел бы конечно в это было дорога по крышам они на яркой площади ходят почему ты вступил в строк чтобы защищать город и ради балланды а твое оправдание очень не хотелось сдохнуть с голода что за балланда нужны и гаечные ключи хромой бурик бассо я бы выбрал банку с огурцами она тяжелее гарет черт ты по-прежнему не дружишь дверями ты прям не заходишь не пишешь я думал вы с эрин оба погибли в том налете на особнях где тебя носила не знаю не знает ладно забудь не хочу даже знать каким дерьмом ты страдал целый год то есть нас не было целый год перенесло на год не до того мне сейчас особенно теперь когда барон ввел налог на опиум из-за этого мрака не говоря уже о черном налоге ловца воров пьют кровь из дельцов вроде меня если у тебя есть дело так давай говори а ты уверен что справишься ладно вот в чем суть ты должен достать мне кольцо женишься что ли одного раза хватит драная птица клянусь я когда-нибудь сделала из тебя шляпу а думать за тебя кто будет у меня все пальцы в бинтах рамка Работа, Басса. Работа. Да-да-да-да-да-да-да-да. Точно. Его носит некий Корнелиус Грейвс. Надменный такой типчик из тех, к чьим сапогам дерьмо не липнет. А? Вот так. В чем подвох? Эх, он мертв. Басса, я вор, а не мародер. Он умер недавно. Как мне сказали, он никогда не снимал кольцо. Вроде ничего сложного. Ах, сложности. Его нужно найти, прежде чем его заберут труповозы. По слухам, они отвозят тела на старую фабрику близ шлаковые ямы. Там почему-то полно страж и барона. Лучший способ туда попасть через старую часовню. И, Гаррет, не облажайся. У кое-кого из нас еще куча долгов. Не поймаешь, не обложишь. Хе-хе-хе, ну да. Да-да-да. Дуй отсюда. И выходи через дверь. Ладно? Ну, рад был тебя повидать. Не так-с, и у нас новое задание. Вы можете брать дополнительные заказы у Басса. Налечайте его время от времени. Окей, Басса, будем знать. Че? Слышали, друзья? Это вороны. Целая стая каркают по нашей душе. Поют песнь барону Нордкресту. Таферу, который запер нас в стальной клетке во имя прогресса. Железный сапог хочет похоронить нас. Но вороны знают больше. Они знают, что глядет пуря. И когда грянет гром, мы посмотрим, кто выстоит. Нордкрест призывает потерпеть. Но мы и так долго ждали. Город болит. Я знаю, что тебя заинтересует. Встанем, братья! Встанем вместе! Да уж. У меня есть товары для темных дел. Огненная, удушающая, канатная, тупая стрела. Дешевые стрелы ломаются при попадании в цель и предназначены главным обзором, чтобы воздействовать на предметы, не тратя более ценные припасы. Ну что, кстати, неплохая вещь. Давайте сюда их все. О, наши цветовые бомбочки! Мак нафиг. Дышающая стрела. Канатная стрела. Что за охотничья? Простые, но эффективные стрелы. С широким наконечником отлично будет. На дальней дистанции, что позволяет найти им широкое применение. Увиденная стрела, обыденная стрела. Еда. Он продает еду. Ты знаешь, где меня найти? Не знаю. Мрак унес столько народу. Стал он маркет. Да. Не дай огню погаснуть. Дым отгоняет мрак. Да? Значит, наши потроха защищены. Мы этим дымом еще в мастерских надышались. Мы тогда такую дрянь отхаркивали. Атали ее коллекционировал. Не, не совсем так. Какой-то псих ему платил по два пенни для научных исследований. Когда талии скручивало кашлем, он зарабатывал больше нашего. Сейчас-то он уже сыграл в ящик. Все там будем. Все там будем. Все там будем. Блин, я бы наверх бы забрался. Лучше бы, чем гулять по улицам. Я думаю, что он все-таки как-нибудь безопаснее будет. Кладбище. Это последний. Завтра будут новые. Мне уже кажется, что они везунчики. Везунчики. Некоторые мрачники откусывают себе языки, чтобы все кончилось. Выдавливают себе глаза, уши царапают. Так себе везение. Вит, не против, что я тут пройду? Старая Часовня в Морнингсайде. Это двор Королевы Попрошаек. Королева Нищих. Старая Часовня. Одинокая ночь сегодня. И это хорошо. А, Гарретт. Немногие бы выбрали твой путь. Других путей я не знаю. Верно. Ты ведь знаешь, что обо мне говорят. Ты узнаешь обо всем, что происходит в городе? Такая старуха. Не обо всем. Только о самом важном. Что привело тебя сюда? Ищешь моего совета? Год назад я был в поместье Нордкриста. Что-то пошло не так. Что со мной случилось? Что случилось с Эрин? Ты говоришь прямо как хранительница. И это отразилось на всех. Это что, ответ? Когда мои попрошайки тебя нашли, после того случая, они решили, что ты мертвый. Но ты был жив. Мы вылечили тебя и вывезли из города, чтобы защитить. Мы ждали. Но потом, когда начался мрак, что-то начало будить тебя. И мы решили вернуть тебя домой. Этот город болен. Но он все тебе расскажет, если ты будешь слушать. Уберегись, Гаррет. В тени скрываются вещи. Пострашнее тебя. Такое интересное напутствие. Вы получили одно очко. Откруйте журнал, чтобы улучшить способности носить камеру. Пожалуйста, видеть золото за меня. Получите очки концентрации. Да, все-таки это делали и люди. Те, кто сделали Dishonored. Не могу сказать, что я рад этому. Навыки концентрации. Интуиция. Уникальную добычу и трофеи, появляющиеся отпечатки рук указывать путь. Ловкость. Способность. Быстро украсть нескольких предметов и ничего не подозревающей цели. Внутрь замочных механизмов. Чутье. Способность видеть звуки. Их стоящие от врагов на небольших расстояниях. Бой. Способность оглашить врага одним ударом. Сконцентрируйтесь на зрении. Прицелитесь врагу в голову и нажмите R. Скорость. Незначительно ускоряет ваши действия во время стрельбы. Боя и взломывание замков. Замедляя весь окружающий мир для вас. Фиктивность. Немного снижает расход концентрации. Стрельба и скрытость. Используя концентрацию, мешать из-за демок. Можем шум. Бла-бла-бла-бла-бла. Я, наверное, пока что ловкость возьму, ребят. Открыть. Теперь мы стали более ловкими. Так, это круто. Ну что же, но, я думаю, на этом, ребят, пора бы нам завершать нашу сегодняшнюю серию. Что же у нас будет дальше, мы узнаем уже в следующей. Ну а пока, ребят, с вами был Хэйди. Ставьте лайки, подписывайтесь, зовите друзей и, конечно же, комментируйте видео. Ну а пока, ребят, всем пока. До новых серий и до новых врывов. До новых встреч.